Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я поговорю о том, как пережить развод. Я буду говорить, ну, основываясь не только, так скажем, на теории, но и на практике. Мне, к сожалению, пускай я и не был официально в браке, но почти пять лет я провел в совместной близкой жизни с человеком. И, соответственно, когда мы, ну, не по моей, так скажем, наверное, по моим косякам, но не по моей, соответственно, инициативе мы все-таки расходились, соответственно, я все это дело пережил. Поэтому сейчас я вам в целом расскажу, ну, конечно, не о себе, а о том, как вообще, ну, это дело строится и как это лучше всего пережить с точки зрения психологии. Дело в том, что на просторах Рунета есть такое понимание, как типа стадии развода. Ну, это знаете, что мне напоминает? Стадии какого-то заболевания или рака или еще чего-то. Развод с человеком не является сам каким-либо феноменом психологическим, да? То есть, ну, это больше такой, ну, социальный, что ли, момент. Ну, то есть, ну, вы расстаетесь и все. Само по себе это не является патологией расстаться с человеком, с которым, ну, пускай даже вы, не вы решили, ну, человек решил, что он с вами жить не будет, да? Ну, в целом, это личное право человека. Я считаю, это неправильно его преследовать как-то и прочее. Даже если человек неправильно делает выбор, там, вы считаете, что он нашел какого-то алкоголика, еще кого-то, какую-то проститутку нашел себе, я не знаю. Это личный выбор человека всегда, с кем ему жить. То есть, нельзя никогда настаивать на этом, ну, то есть, есть определенные границы, которые мы не должны у супругов перешагивать, потому что иначе, ну, понимаете, вы можете надавить на человека, вы можете им сманипулировать и прочее, но вы таким образом вносите коррекцию в психику человека. Когда вы даете ему выбор, это его право выбирать. Если он созависимый, если он слабый, если он кидается то на вас, то еще на кого-то, там, да, не может сделать выбор сам, и кто-то на него надавил, там, из разряда, как девочки говорят часто, у меня его увели, или у меня, там, мальчики, ой, там, мне, там, кто-то позвонил, там, моей женщине, вот ее сейчас уведут и прочее. Такого нет. Если человек в норме здоровый, если нет созависимости, если он принял решение, соответственно, ну, как бы с вами, да, вы, окончательное решение принято, что он с вами, он с вами, если человек ваш, ваш, если у него и полярные расстройства, если у него какие-либо другие расстройства личности, он, конечно, будет бегать, метаться, и с ним будет все непонятно. Вот. Естественно, эти расстройства можно лечить, и ваш выбор, вы можете остаться с этим человеком, и просто заметить, что у человека есть биполярное расстройство личности, просто сходить к ним на консультацию с психиатром или, там, психологом, хотя бы, там, в онлайне как-то понаблюдать его, и помочь ему выздороветь. Очень часто биполярное расстройство возникает на фоне какого-то стресса и поддается коррекции, и это не психушка там какая-то страшная, да, вот как у нас все представляют, это так, ну, как бы, это не больные люди в каком плане, ну, типа, их не нужно закрывать, ограничивать от общества, понимаете, вот в этом плане. Ну, какой-то там болячка какая-то небольшая есть, господи, у кого геморрой, у кого понос, у кого биполярка сейчас, вот, у кого диабет, понимаете, это все, ну, нормально, все люди болеют тем или другим. Вот у меня был опыт один клинический, неоднократный, когда при биполярном расстройстве я наблюдал, соответственно, у людей повышенный дигидростерон. А? Напишите мне в комментариях, меня мои коллеги вот смотрят очень часто, у кого-нибудь был такой клинический опыт, кто-нибудь исследований когда-нибудь такие встречал, я нигде не встречал, но у людей с биполярным расстройством еще некоторых, ну, неясного, ну, нет возможности пронаблюдать их, понять, там, то ли просто такая гипомания, ну, в общем, неясно, но тоже там, прям вот, в акцентуациях люди, и, соответственно, тоже дигидростерон. И вот часто дигидростерон повышен и какое-либо расстройство у человека. Человек на сколько случаев, когда женщины принимают кок, мужчины принимают стероиды, там, просто гормональный фон скакнул, с простатой какие-то проблемы, дигидростерон повышен, вот вам биполярочка у человека. Поэтому, соответственно, понимаете, вкупе с гормональными изменениями идут психологические и психиатрические. Это фактически, я не устану говорить, что неразделимая часть, да, и, соответственно, ну, вы можете предложить человеку помочь, если вы видите, что он от вас уходит именно по этой причине. Потому что очень часто люди в каком-либо состоянии депрессии, там, мании какой-то принимают такие вещи, такие решения. Ну, да ладно, это мы отвлеклись. Что я еще хотел сказать, да? Суть в чем? Суть в том, что нет никаких фаз, значит, развода. Есть реакция на психотипов, на развод совершенно разный. Эпилептоид может все перечеркнуть, у него эмоциональная сфера на агрессию больше уходит и на такое, да, на расставание. Парноял вообще тут же может выключить человека из своей жизни и забыть там про него навсегда. Кто еще у нас есть, да? Вот, смотрите, наоборот, эмотив будет преследовать, ходить за человеком. Ну, не сильно. Опять же, парноял будет преследовать, если его отношения как-то перекликаются с его сверхидеей или как-то у него не было сверхидеи, и вот пока началось это вот парнояльное развитие, может быть, с кем-то там смешанный психотип, он бац, и переключился, да, на какой-то, соответственно, вот на этого партнера переключился, и, соответственно, у него получилось, что теперь у него партнер является частью его сверхидеи или главной его идеей. Такое тоже бывает. Вот, нарцисса преследуют, но из-под тяжка своих партнеров. Вот, но опять же, вот, переходя к нарциссам, это же расстройство личности, ну, как правило, то есть пока вот, ну, пока спорно, пока официальное издание не перевели это в психотип, хотя вот об этом разговоры идут. Значит, что еще? Различные, различные есть моменты, и развод это что такое? Это стресс. Стало быть, стресс приводит к акцентуированным состояниям и, может быть, к обострению расстройства личности и, соответственно, ну, каким-либо тяжелым состоянием. И в этот момент просто вам нужна поддержка. В том числе не только по вашим, да, эмоциональным состояниям, но и по вашим основным заболеваниям. Потому что все эти диабеты, прочие стрессы, рост кортизола там и так далее. Вот, поэтому все это взаимосвязано, эндокринология взаимосвязана, внешняя среда взаимосвязана, да. Наш эндогенный стресс, так скажем, экзогенный стресс, да, внутри, извне, все это может встречаться, взрываться вместе, да, и все это встречается, как правило, в психике, да. То есть психика является таким вот буфером, да, который транслирует то, что в некотором смысле происходит и внутри нас. И реакция всех психотипов разная. У каждого психотипа есть та или иная склонность к тем или иным расстройствам. У каждого человека свой опыт. Каждому человеку будет индивидуальный совет, как с этим бороться в зависимости от его расстройств личности или просто акцентуации. Поэтому, дорогие друзья, не слушайте те советы, когда люди вам говорят, делайте три простых вещи, и ваша жизнь заиграет новыми красками. Ну, может быть, кому-то она и заиграет новыми красками. Может быть, кто-то от того, что будет медитировать, почувствует себя лучше. Но сколько тех людей, которые уходили в религию еще куда-то, и, соответственно, там практики какие-то непонятные начинали делать, и вплоть до суицида доводили себя. Поэтому, соответственно, все зависит от тех или иных акцентуаций, которые присущи именно вашей личности и психотипам, конечно, дорогие друзья. Не слушайте никого, пишите свои комментарии, вопросы, и, соответственно, если у вас происходит развод, мой вам совет сразу заниматься либо с психологом, либо с психиатром, либо, соответственно, хотя бы, ну, просто какие-то седативные мероприятия на регулярной основе себе устраивать. Есть стандартный набор советов от горячих ванн, массажа и до релаксов каких-то, если есть возможность. Другое дело, что очень часто такой психологической и физической возможности тоже у людей не бывает. И чтобы разорвать этот замкнутый круг, рано или поздно вы обратитесь к психологу или к психиатру. Рано обратитесь, рано начнете лечиться, быстрее залечите. Позже обратитесь, ну, дольше будете лечиться. К сожалению, ну, по-другому так не бывает, особенно если мы говорим, конечно, о таких вещах, когда вы теряете действительно любимого человека. В общем-то, дорогие друзья, я был рад вас снова увидеть у себя. Спасибо вам за просмотр. Я вас жду на своих онлайн-консультациях. В гостях, в Инстаграм ко мне, пожалуйста, заходите. Ну, и, конечно же, конечно же, будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok